так ну вот наконец-то я дернул эту штуку отсюда да конечно не показывал насчет это дело потому как от самая не 10 рук и целый и сейчас я покажу чего внутри самого проектора скажем так скажу так правиль проектор так сказать ну ведь его то сделано не то что самое все более просто чтобы ведь его то замудренно все довольно таки то есть что под сам не по-простому как вот в некоторых там rgb rgb развертка развертка здесь все шлифами и вот все такое то есть вот так вот замудрение взялся особенно меня удивляет то что модуляции замудрена тоже сделано хорошо вот есть взять даже вот шторм модуляции для 473 на метра он так выглядит красный переход от тоже такой и подключается вот не тоже куда-то там а вот он уходит в шлейф в общий большой шлейф то есть пози тоже зеленый пошел сюда же все от из этого шлифа выходит и этот шлиф он уходит вот к этой палатке к этой мизерной палатки с надписью интер ног что-то такое самое так вот этот вот этот шнур вот тоже он он идет конечно уже полотен на которой dmx dmx узоры зашиты и все такое горошном главное платье мы так сказать и вот с главной палаты и и и вот один из точнее вот с этой мелкой палатки идет аж они от 11 шлиф идет он идет вот сюда к платье ильда ильда стоит то есть на дверь на еще чего на 220 есть конечно отрезано фиг учёшь и эти модули не все равно не мощные уже но в наше время потому что если брать это самая общую мощность то есть самый вот здесь написано вот на этой коробке дает кстати тоже вытащил 150 мили ватт да кстати больше похоже на правду тоже то есть то что вот этот огромный проектор 150 мили ватт всего лишь сейчас я закончу может рассказ про проектор про сам покажу просто его со всех сторон то есть вот этой мелкие платки к ним почему-то все больше всего идет чем остальным так сказать то есть такая она как важная то есть но недавно им был стиль на одной плачках все сделать самые как например допустим палата контроллеры и платы ильдают обычно бывает как-то все ведь и вата сделаны кстати здесь два ключа кстати его разблокировки требуется да этот то есть есть он допустим чтобы кто попал кого-то не включил требуется два ключа один такой замыканем каких контактов другой вот такой так чё ж это конечно ношу шелок звуковой активации по телефону все такое ничего здесь конечно новую больше не вот этот маленькая платка она для вентиляторов до вентилятора стоят точнее 2 михилетра кстати были не зараза так ну чё ж идем дальше вот я сейчас вам покажу эту коробку кстати модуль 9 тоже снять чтобы заснять его все это дело так это я вам показывал коробка с rgb кристалликами точнее мир давай здесь который красный отражает который синий отражает остальное обычное зеркало то есть я конечно сейчас скажу не пойму зачем коробку делать если в ней стоит вентилятор ну вообще не пойму то есть это моя пыль в ней все равно кого-то скапливается то есть это работает на всю оптичку систему надувать пыли здесь выход участного а здесь конечно куча куча теплопроводной пасты прямо были с дефектами непонятно вот кстати тоже еще одна фигня почему зачем мы здесь вот эта пластина я так понял вот эта пластина на ну-ка пускай то есть вот эта вот штука да сейчас я положу ее на этот штука она не совсем можно сказать ровно на станину легла ну то есть самое повыше надо было поднять да еще и че да не пойму конечно зачем коробку вообще все надо было делать для такой маленькой мощности так сказать и почему-то с вентиляторами с вентиляторами дырками обычно такие коробки делаю чтобы наоборот туда пыль не попадала к системе и вообще вот непонятно зачем нужно было делать такой здоровый проектор то есть ну под такую маленькую мощность я посмотрел это самое то есть вот этот модуль на вот и есть посмотреть это мы он 50 милливатт по мощности как я понял нога 50 том что на моем на моем другом лазерном проекте то же самое написано только аг-100 да кстати модуль он ттл ски но с контролем температур с контролем температуры все такое вот сам драйвер его выглядит так кстати какие перемычки все время вот тоже самое так тоже все запутано сделано то есть но не дано на 1 плач как-то сделать все это дело кстати вот внизу я это блок питания на 220 сделаем вот из этих резисторов какой-то один какой-то один контроль мощности и контроль мощности элемента пельтье кстати здесь назвать название то же самое написано так и чушь так это может потом расскажу сейчас я расскажу про еще один не менее ёбки красный модуль так сказать вот он так выглядит самое ну непонятно для чего так и при бомбасе может рассказать модуль кстати не знаю ну действительно нельзя может тоже минут 50 что ли я так думаю может 100 милливатт кстати нигде не написано сколько он по мощности вообще не бумажек ничего нету а вот это вот именно для него почему поставили питание на 220 просто ну да это блок питания 220 на 5 вольт данный модуль питается 5 вольтами так сказать у него внутри собранный драйвер то есть внутри у него стоит платка то есть на этой платке уже сам драйвер задан на котором ттл модуляция вот он кстати выходит оттуда же и вот не вышли поставить поплавку на 5 вольт точнее на 220 блок питания на 220 вольт для того чтобы запитать этот модуль на 5 вольт это короче как то тоже ну по чудному так ну теперь да кстати вот этот провод да вот я его откусил вот здесь идет от маленькой платки от этой здесь не знаю зачем так сделали то есть идет от шлейфа прямо то есть его никак просто так не возьмешь не отключишь отсюда потом я вышел перекусить чтобы потом не потерять так ну теперь самый вкусный лазер модуль 473 нанометра но для нее такой огроменный блок питания на 220 и сейчас мы будем смотреть чем сколько там чего вот вот если по названию дать прям вот вот не очень что-то вкусно с в 20 дн вообще как-то вот 20 20 мили ватт честно могу поверить то что вот этот здоровый модуль 20 мили ватт да конечно вот здесь написано такая вкусная цифра 500 мили ватт но это 473 нанометра думаю все таки вот на красноназвание которое на нем написано 20 дн 420 точнее вот эта цифра 20 д я думаю что как раз его мощность почему то есть он реально здоровый и реально тяжел тяжел к болдовина хотя мы тоже разберем как-нибудь где то что до раньше вот добыть можно сказать синий цвет такие штуки собирали прям прям здоровен не то есть поближе поставить такие вот здоровенные чтоб хотя бы какой-то синий цвет был да это конечно проектов хоть он большой конечно древний как говно мамонта и в первую очередь конечно кстати кстати стоит тут тоже стоило реально кстати да хрена тоже стоит не знаю порядка на 100 тысяч где-то так и он стоит проектор и кстати все из-за одной фигни все кстати вот из-за этого гребаного модуля 473 нанометра 20 20 милливатт но я так думаю то что он 20 милливатт пока милю здесь написано и вот здесь кстати написано 20 20 20 20 то есть это самое если вот этот 50 допустим этот 100 это 20 короче как-то здесь суммарно получилось здесь 150 милливатт так сказать то есть в первую очередь хочу хочу сказать вот данный проектор он стоил дорого вот именно из-за этого модуля из-за синего лазерного модуля да просто за синего здесь кстати в нем нет никакой там невъебенной мощность такой самый чтоб это самого там светил ну вот как сейчас это самое лазер лазер сборки там на 1 ватных делают это самое раньше было такое время когда синий было реально редкость 70 лет конечно голубой но в проекте присмешивали его смотрится больше синий да вот такой к нему драйвер здоровенный здравия блок питания драйвер тоже так вот шлейф разъем есть такой стоит здесь конечно вход на 220 вентилятором все да вот именно из-за этого из-за такой мелкой мощности но синего цвета сам проектор скорей же листу столько до хрена ну конечно естественный ну из-за управления поле льда тоже немало значит они кстати тоже все проекторы следа были дорогие вот как-то так то есть это самое сейчас это как ни крути это мусор просто мусор и вот ну я так как человек я ностальгирующий по подобным вещам можно сказать когда я был помоложе это самое я ездил на опенеры и там применяли подобные проекторы это самое кстати в то время казались бы просто ну просто пиздец да кстати такой проектор тоже это как он увидел сам и он кстати казался прям мега-мега ярким и сам светил мега-мега далеко на век потому что здесь стоит два твердотельных 473 и 532 красная диодная здесь да конечно честно говоря вот не помню конечно чтобы не скажу что он прям ярким таким казался имя зовут нашу да там естественно дым был сам поэтому казался такой ну лучи их было хорошо видно они были тонкие 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 синие и зеленые да красно кстати тоже виден довольно хорошо они вот именно были контрастные то есть вот нынешним кто за ним нынешним как сказать шоуменом так сказать светочек им наверно ну как сказать но не то но не скорее скажет шляпа то есть то что раньше не был таких мощностей но тем не менее как сказать были тонкие тонкие лучи сами тонкие контрастные лучи лазеров но особенно зеленого и 473 на метра конечно скорее всего на нормальных шоу такой-то модуль его ну наверное нафиг выкидывали оттуда потому что как это как бы сказать это самое ну стали может чуть помощнее хотя новый скорее всего насветит нормально даже 20 милливатт но 470 на метр нас весит довольно ярко и держу вот этого кажется хватало то есть не то сейчас как популярный проектор квант стали самые там номер мега мощные такие раньше даже вот такие вот вещи казались ну что-то с чем-то то есть сейчас фактически ничего не стоит он может копейки стоит то есть здесь нет ничего такого стоящего вот для нынешнего времени есть не гальмонометры не стоящие так сказать это мы там сейчас вот здесь наверное вот здесь по гальмонометрам из судина по скамерам они скорее всего ну 20 кппс ну по сравнению что сейчас используются вот в проектов такого же размер так скажем 45 это самое 30 кппс 25 даже там уже другие скорости стали другие скорости и другие мощности стали ну но набито явился там человек продают две штуки писать таких по самому конечно цену конечно там заломил слегка так ну не продаешь уже за ту цену которую никто на бита стараются такие вещи ломить да кстати купил его за 10 за 10 тысяч рублей всего лишь это самое да ну вот лишь по мне он как раз столько стоит да я уверен и те люди которые занимаются шоу скажут то же самое то есть фактически это хлам но как все равно не для всех конечно хлам для тех кто вот именно в те времена как говорится застава шоу данных проектов они для них чем-то ну вроде бы греющие ностальгии так сказать так сказать как для меня больше ностальгии есть чем прибор для шоу так ну чё сейчас я поставлю подставку и мы эти модули включим покажу как они работают отдельные без вот этой штуки нет у меня здесь подставка была вот небольшой небольшой обновь имелась тройник грохнулся так сейчас я сделаю более вечерний свет такой секундочку яркий вот этот хрень блядь все тоже на скотт куда-нибудь отвернул подальше или у надо его нафиг вообще выключить для начала на цвет включить тачка вырубить ну чтоб кольца бука более-менее этим этим модуль видно так сказать ну вот я уселся тут и начнем мы конечно с красного только надо убрать чтобы она не маячила загоняло здесь проводки и вот если судить вот по красному ну реально тускло ну тускло 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 в проекторе конечно больше эпичный эпичный смотрелся так как сказать чем-то ярким таким красивым казался ну вот отдельно он прям как вот вообще вообще нафиг тускл тускл тусклый модуль сейчас я так конечно выглядит на видео выглядит да может как таким более более красным что ли кстати лучше не видно кстати это иллюзии только на телефоне такая ну тускловато дело просто тускловато для такого здорового проектора тускловато так ну чё ж едем дальше сейчас мы подрубим синий по вкусности он вроде как по вкусу по вкуснее 70 рублей какой синий зеленый зеленый здесь с контрольной температуры но правда ттл вот такая фигня тоже так светит сразу говорю тоже не ярко напоминает или вот 50 действительно или вот 50 напоминает даже на 30 больше напоминать чем 50 все поставлю его покажу как он счет светит умел на дверь кстати кстати вот этот зеленый кстати даже не освещает ничего в рублю свет будет казаться что он яркий прям такой нет он не яркий ну лучше видно конечно лучше видно очевидно очевидно в него честно говоря для такой ящика ну бедновато бедновато мощность для такой ящик так ну теперь конечно пришла очередь 473 нм сейчас я покажу 473 нм светит вот он наш хороший можно сказать когда-то очень-очень популярный был сейчас сразу говорю сейчас он нафиг никому не нужен потому что сейчас уже мощность ценится в ваттах а не в милеваттах то есть сейчас вот если кому-нибудь скажете там нужна лазерная каска допустим 20 милеватт синяя они сейчас такой мощности нахрен никому не нужна тем более тем более так сказать тем более модуль в основном такие вещи нужны тем кто экспериментом занимается кому действительно там тонкий луч нужен все такое скажем так как таким как мне как не как не старт вот он кстати разогревается вот загорелась там синяя искорка и вот так он светит кстати есть на телефоне видно то что он синий нет кстати он не унесен голубой так он работает на тех точки будет конечно казаться что синие на самом деле не синий на голубая на телефоне видно как синий на телефоне d в проекторе видно глазом тоже когда проекция работает сама блайнер шоу видно больше как синий его но оттенок со мной есть оттенок со мной есть заметного и вот четко ждать вот есть кто видит у меня луч он как у зеленого он такой же тонкий то есть вот из-за вот именно из-за этого сам модуль стоит до хрена из-за того что он твердотельный и у нее тонкий луч конечно кстати довольно таки на большие расстояние можно проецировать все подряд ну конечно яркости яркости нифига не будет яркость конечно яркость конечно у нее не будет вот сейчас реальный цвет больше яркости не будет то есть вы допустим если вы через проектор спроекцируете изображение его будет довольно таки далеко видно дольше чем но дальше чем от мощных синих она не будет ну можно сказать вы сильно увеличиваться в размере то есть у него очень маленькая расходимость 473 на метра такая же садик такая же маленькая расходимость как у зеленого то есть маршрут поближе представлю то есть очень маленькая точка сама . она где-то порядка одного миллиметра как и у зеленого ну сам луч который как дорогу из модула ну вот такой как смотреть высокой высокой мощности так скажем действительно 1 ватт который нас стоит реально до хрена 1 ватт твердотельного диодных не одну сборку купишь за 1 ватт 473 на метра а здесь 20 миллионов силу такая дура раньше просто синим не был вообще и сама диодного вот поэтому ставили такие дорогущие модули сами проект растут реально до хрена то есть сам проект вам в принципе в нынешнее время стал гораздо дешевле ну на и причем высокой мощности как он скажем те же как те же квант популярные стали так чушь все я нам все рассказал кстати каждый модуль мы тоже естественно разберем поглядим что внутри тоже будет отдельные видео ну естественно когда мне не любит всем пока